Добрый вечер! У нас сегодня очень классная наработка по аутизму. Возможно, пригодится и врачам в том числе. Мы давно уже обращали внимание, что к нам обращаются мамы, и, как правило, рассказывают о том, что аутизм случился после того, как сделали прививку АКДС. И очень многие кивают на эту прививку, как на первопричину заболевания. На самом деле, мы сегодня, когда исследовали, изучали этот вопрос, мы обнаружили интересную штуку. У ребёнка всегда, и у родителей всегда есть кармическая история. Однозначно она есть. И однозначно эта прививка уже была нарисована в жизни у этого ребёнка, у этой семьи. У кого была не прививка, у того был, например, укол просто иглой. Но было действие какое-то, которое активизировало вот эту метельную метку, и в такой сценарий пошёл разворот. Но сценарий идёт в разворот, и учёных, как правило, интересует физиология, почему именно это случилось, да, почему эта прививка повлияла. И мы сегодня нашли удивительный механизм на одном ребёнке. Я думаю, он поможет в дальнейшем ему восстановить речь. Это связано именно с аутизмом и с речевым аппаратом. Оказывается, при погружении душа просто подсветила, у одного ребёнка просто очень прошаренная душа была, она подсветила, как формируется в мозге один участок. Сейчас ребята подробнее расскажут, что они видели и как, а врачи потом расшифруют, что это такое. Она просто показала один участок, как формируется в мозге, и оказывается, что он у некоторых детей сформирован до полутора лет, а у некоторых до двух. Если он не сформирован, то АКДС будет работать так, что ребёнок войдёт в аут. Если он сформирован, то ни одна прививка на него не повлияет, никакой укол не повлияет. И когда мы закрываем кармическую историю, нам всё равно приходится учитывать физиологию и приходится вот этот участок просто восстанавливать, иначе ребёнка из аута не выведешь. Расскажите, а что вы видели, что подробно? Мы зацепились за тот момент, что у большинства аутистов проблемы с речью. И мы пошли в речевой аппарат и заметили, что речевой аппарат не так, как вообще принято считать, что это язык, мышцы, нервы, а ещё как-то связан со слухом и с мозгом, именно как процессом думания. И эта зона где-то находится под гипофизом. И просто шло как узелок, который объединяет слуховой аппарат, речевой аппарат и мозг сам. То есть там как нити от всех этих отдельных аппаратов собираются в одно. И вот как у ребёнка при развитии обычно… И зрение. Да, и зрение. И здоровый ребёнок, то есть как он в процессе постепенно развивается, вот эти вот все как нити, там больше тысячи нитей нейронных таких, они все объединяются в один узелок. И если делать прививку до формирования этого узелка, то вполне возможно, это просто идёт как обрыв, прививка, ну опять-таки она служит либо прививкой, либо просто какой-то сильный стресс может быть эмоциональный. Как эти ниточки сворачиваются, ну как перестают расти. Случиваются они, да. И они вот просто останавливаются. И останавливается тогда и речь. И начнёт, ну и как бы провоцируется аутизм. Да, и вот если прививку делать после двух лет, ну вот как… После двух, да. Да, после двух шло, что прививку делать смело можно. Да, что это вот именно это формируется до двух лет стабильно у всех детей. Ну, во всяком случае у 99% до этого времени, до двух лет. И вот после двух лет эту прививку можно делать абсолютно безболезненно. И было бы здорово, если бы вот учёные именно обратили внимание на этот момент, в этот период. А не то, что когда им приводят уже больного ребёнка, они, ну давайте поэкспериментируем, посмотрим, что там у него случилось. Ничего не находят. А именно вот в этот этап развития, посмотреть, как он формируется у детей. У всех детей тоже шло, что по-разному. У кого-то может там в 9 месяцев уже быть, эти каналы соединены. У кого-то только к 2 годам они соединяются. И поэтому опять-таки, что приходит, что у кого-то на прививку срабатывают, а кого-то нет. Ну и вот опять-таки, когда мы работали, сейчас будем проводить эксперимент, у нас просто у детей речь восстанавливается последней. То есть мы приложили много усилий. У них уже взгляд, у них уже интеллект. Они уже читать пробуют, да. Но у них именно с речевым аппаратом есть проблема. И мы вот сегодня пошли целенаправленно, когда исследовали эту часть и нашли ее, да, мы поняли, что в принципе своим сознанием мы это можем восстанавливать. Да, и вот мы сегодня уже взяли в эксперимент деток и потом откатаем на остальных детках, как оно пойдет. Это именно по речи будет тогда сдвиг. Если мы этот узелок сможем у детей восстанавливать, то тогда, я думаю, что мы его сможем восстанавливать. Вот по той информации, как мы работаем и на что мы ориентируемся, мы его сможем восстанавливать. То сегодня у нас случился такой прорыв, о котором мы решили рассказать. Он может пригодиться не только нам, но и профессиональным врачам. Потому что когда мы говорим, какие-то нейроны соединяются в какой-то узелок, там ниже гипофиза, да, и объединяются. Вы понимаете, для нас это картинка, которую мы не распознаем. Мы не нейрофизиологи. А если будет слушать нейрофизиолог, возможно, для него это будет толчок для докторской диссертации, когда он скажет, блин, это же на самом деле так. И, наверное, вот эту вот часть можно восстанавливать. И это можно восстанавливать своим сознанием. Это самое главное. Сознание человека, оно божественно. Оно может восстанавливать вот эти все штуки. Крутую штуку нашли. Крутую штуку нашли. Именно по речевому аппарату. Все. Вова.